Настоящим новогодним подарком для всех жителей Славянска-на-Кубани стало окончание капитального ремонта в картинной галереи. Что изменилось в галерее и почему художники ее теперь называют «воздушной» узнали наши корреспонденты. Они одними из первых оценили произошедшие там изменения. Снаружи картинная галерея не изменилась. Капитальный ремонт фасада здания запланирован на следующий год. Зато внутри произведены кардинальные преобразования. Окна, двери, пол, освещение – все было заменено. Цветовая гамма выполнена в постельно-бежевых тонах, что расширило пространство, придав ему воздушности и легкости. Ремонтные работы велись за счет районного бюджета. Здание старинное, так же как и Мазепа, это где-то 13-й год, и для нас важно было его сохранить. Спасибо, Роман Иванович, огромное спасибо. В преддверии Нового года сделать нам такой подарок. Вся культура Славянского района и особенно работники музея благодарят, потому что даже не ожидали. Капитальный ремонт длился около года, но ради такого результата стоило и подождать. Изменился не только внутренний интерьер помещений, но и способ размещения картин. Благодаря современной итальянской подвесной системе работы как будто парят в воздухе, предоставляя возможность посетителям насладиться мастерством художника во всех деталях. Хочу поздравить горожан города Славяц на Кубани, что наконец появилась настоящая российско-европейская галерея. То есть это так, как она должна выглядеть. То, о чем мы столько лет мечтали, наконец-то свершилось. По тому объему, которое здесь сделано, сделана проведена колоссальная работа. Сюда приятно заходить. Я надеюсь, здесь будет также великолепно выставляться. К открытию картинной галереи сотрудники Славянского историко-краеведческого музея подготовили две выставки, на которых представлены лучшие работы нашего земляка, народного художника Николая Лоя и немецкого анималиста Георга Карла Коха, работа которого датируется 1927 годом и оценивается на рынке живописи в 4-5 тысяч евро. Выставка посвящена уникальной работе, картине немецкого художника, иллюстратора Георга Карла Коха. Исключительность этой работы заключается в том, что работа данного художника находится только в фондах нашего историко-краеведческого музея. Ни один музей Краснодарского края не обладает подобной находкой. В данном холсте изображен конь по кличке Прета от Ракенинской породы с очень большой родословной. И сегодня, в день открытия, мы бы хотели поделиться с гостями города и нашей выставки, поделиться вот такой вот интересной работой, показать, что она существует в фондах нашего историко-краеведческого музея. В двух других залах была подготовлена выставка картин заслуженного художника России Николая Лоя. Славянскому историко-краеведческому музею он подарил около 70 своих работ. Такой большой коллекцией не может похвастаться ни один музей мира, хотя картины Николая Павловича экспонировались более чем на 150 выставках. Сейчас живописные полотна и акварели художника находятся в частных коллекциях и национальных музеях многих европейских стран. Как лучшие образцы советской живописи, работы Николая Лоя были переданы в дар Фидели Кастро, премьер-министру Канады, преподнесены президенту России Путину. Он награжден 11 правительственными наградами и единственный на Северном Кавказе имеет звание народный художник России. Одними из первых красоту помещений и выставленных здесь работ оценили глава Славянского района Роман Сенеговский, глава города Александр Берсенев, известные художники, члены Союза художников России Андрей Акатьев и Виктор Вайс, руководители учреждений культуры. Ну все мы знаем, мы сказали, что благополучие начинается с культуры. Мне приятно, что в Славянском районе это не просто слова, это наша идея, это задача, которую мы выполняем. Мне приятно, что вот благодаря поддержке губернатора Венина Ивановича Кондратьева мы с вами отремонтировали памятник архитектуры Дом Крупца Мазепы. Значит, мы благодаря поддержке Ивана Ивановича Демченко и инициативе нашего главы поселения Владимира Ильича Михайленко на годном клуб построили. Мы в этом году изыскали возможность, значит, из местного бюджета протокского сельского поселения в Нищагимовском отремонтировали клуб. И вот, наверное, стояла задача картинная галерея, начали с Малого. Но главное, конечно, это не стены, а главное это то, что здесь находится. Это вот картины наших, приятно, что славянских художников, что будет возможность у наших жителей, наверное, посмотреть это творчество. Здесь совершенно другой дух, здесь ты получаешь совершенно другие эмоции, здесь ты сам учишься, здесь ты учишь своих детей, ну, наверное, так и должно быть. Глава района пожелал сотрудникам музея больше готовить новых ярких выставок, а художникам – творческих успехов и как можно чаще выставлять свои работы. Благо, теперь есть галерея, соответствующая всем современным требованиям. Анна Монастыренко, Георгий Каринин, программа «События». Анна Монастыренко, Георгий Карининко, Георгий Карининко. Факт-»